Антонина Васильевна инвалид с детства, но это не помешало ей полжизни проработать на производстве. С помощью коляски она передвигается уже 12 лет. Женщина говорит о себе как о человеке активно. Она и сейчас продолжает заниматься спортом и посещать культурные мероприятия. Вот только прежде, для того, чтобы выйти из дома, ей требовалось помощь как минимум трех человек. Вручали соседи и просто прохожие, но они не всегда находились рядом. Я могла месяцами сидеть. Уже зимой точно всю зиму могла просидеть. Сейчас мы даже выезжаем и на рыбалку, и вот как-то один раз выезжали, катались на лыжах для инвалидов, боу-лыжи. Как на коляске спуститься со второго этажа и при этом войтись без посторонней помощи – задача непростая. Управляющая компания «Домба» в просьбе Антонины Васильевны обратилась в общественную организацию «Ковчег» и очень быстро нашлось решение. Мы тоже долго думали, как же сделать так, чтобы это было удобно, комфортно, недорого и чтобы всех устраивало. И вот я в Москве увидел, как люди решили эту проблему, и вот здесь мы сейчас начинаем внедрять ее, будем так говорить, в жизнь наших приморских людей с ограниченными возможностями. Теперь инвалиду-колясочнику потребуется помощь всего одного человека, который снимет пандус петель, подымет и опустит его. И все же такая доступная конструкция значительно облегчит жизнь маломобильному человеку. Еще недавно назвать город удобным для маломобильных людей могли далеко не все. За год реализации программы «Доступная среда» запустили муниципальные низкопольные автобусы, оборудовали пандусами и поручнями общественные места, а дорожки тактильной плиткой. Установили светофоры со звуковыми сигналами и даже специальные спортивные тренажеры. А теперь появилась возможность оборудовать и специальными пандусами подъезды. Александра Нитая, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.